Казахстан и Япония будут обмениваться опытом использования возобновляемых источников энергии. Договоренность об этом достигнута в ходе визита главы Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Рапеля Рошубаева в Токио-Осаке. Визит организован посольством Казахстана в Японии. Казахстанская делегация прокатилась на водородном автомобиле и увидела энергосберегающие предприятия. Владислав Цой расскажет подробнее. Япония пока не входит даже в десятку мировых лидеров по использованию энергии ветра и солнца. Но только за 2016 год количество ветровых электростанций здесь увеличилось вдвое. Поэтому у страны восходящего солнца есть чему поучиться. Например, поощрение жителей и бизнесменов за экономию энергии. Есть компании, которые производят кондиционеры. Они должны добиваться, чтобы их продукция была с максимальным энергосбережением. За это они поощряются. Есть дома с нулевой энергией. Покупателям таких домов государство дает субсидии. Япония имеет большой опыт производства высокотехнологичных панелей для выработки электроэнергии. Именно здесь появились первые разработки. Также есть японские компании, которые производят серно-натриевые аккумуляторы. Джайка реализовала много проектов в Казахстане и надеется на дальнейшее укрепление сотрудничества с вашей страной. Казахстанских гостей заинтересовал японский опыт производства водородных автомобилей. На одном из них глава делегации Рапиль Жушибаев даже прокатился. Такой автомобиль может преодолеть 650 километров. Время заправки водородного автомобиля три минуты. Так же, как на обычном авто. Сейчас в Японии 2392 автомобиля ездят на водородном топливе. Работают 92 водородные АЗС. В свою очередь японцев интересовал опыт Астаны по организации международных выставок. Город Осака – кандидат на проведение Экспо-2025. Кроме того, Рапиль Жушибаев пригласил делегацию из Японии на Астанинский экономический форум. Мы хотим пригласить на этот форум аналогичные центры во всем мире. И, конечно же, сделать такую, может быть, встречу, именно руководство от таких аналогичных центров, которые работают во всем мире. Казахстанский центр зеленых технологий и инвестпроектов и японский центр энергосбережения намерены подписать меморандум о сотрудничестве. Текст этого документа сейчас согласовывается, но уже достигнута договоренность о прохождении стажировок казахстанских специалистов в Японии. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Япония.